В эфире Некрасовское телевидение. Здравствуйте! В студии Татьяна Гурьева. Мы рады встрече с вами. И сегодня, как обычно, расскажем о главных событиях жизни поселка и района. Смотрите в ближайшие полчаса. Раз глава, два глава. Руководители исполнительной власти провели прямую линию с читателями районных будней. Сочинение зачет. Некрасовские 11-классники получили допуск к итоговой аттестации. Левашова перезагрузка. В селе Левашова открылось обновленное производство по переработке молока. О судьбах земляков. В районной библиотеке прошли десятые крылеческие чтения. Вновь я посетил. Историко-культурный комплекс «Вятская» организовал большой фестиваль «Дни Некрасова» в Вятском. Теперь обо всем подробнее. 12 декабря, в День Конституции, по поручению президента во всех государственных структурах и органах власти, прошел Всероссийский день приема граждан. А недели раньше руководители местной исполнительной власти, глава района и поселения Некрасовское провели прямую линию с читателями газеты «Районные будни». О чем спрашивали некрасовцы Николая Владимировича и Владимира Александровича, узнаем из нашего первого репортажа. Алло, алло. Зинаида Андреевна. Да, здравствуйте, прошу прощения. Деревня – это Котлово, правильно? Да, мы договорились следующим образом, что староста деревни Тихонова Галина Борисовна на меня выйдет, и мы с ней проговорим еще разочек. Я приеду туда, посмотрим и постараемся с кого-то вопрос решить. Ну и, соответственно, по освещению. Хорошо? Уличное освещение – кстати, больная проблема многих сел и деревень. Глава заметил, что жалобы по этому вопросу поступают к нему с обоих Волжских берегов. И в настоящее время администрация активно сотрудничает с энергетиками, чтобы как можно более эффективно решить проблему. В деревне Котлово не хватает воды, а у жителей многоквартирных домов на кооперативной улице райцентра проблема с водоотведением. Поселок Некрасовская, улица Кооперативная, но это, так скажем, стародавняя проблема у нас с водоотведением. То, что под домами находятся угребные ямы, действительно, проблема очень важная. Надо заниматься, надо делать проекты и заниматься строительством, коллизационной сети. Много вопросов поступило в прямую линию и по поводу газификации. Люди хотели из первых уст руководителей узнать о своих перспективах на подключение к природному газу. По Некрасовскому у нас три основных, вернее, два основных направления по газификации. Это улица Первомайская, и мы с силой проектной смертной документации завершим. Надеюсь, что следующий год, как раз у нас там есть определенная сумма средств программных, мы эту работу по газификации начнем. И вторая улица, это улица Заречная, набережная Заречная. Значительная часть вопросов была посвящена дорогам. Жители разных населенных пунктов озвучивали руководителям свои проблемы, связанные с отсутствием общественного транспорта, пожарных водоемов, аварийным состоянием жилья. Александра Феофановна Гладкая, жительница Дома ветеранов, лично заглянула в редакцию, чтобы обратить внимание главы поселения на состояние пустыря, расположенного рядом с домом на задворках магазинов между улицами Строителей и Большесольской. Как пояснил Владимир Александрович Лосев, эта муниципальная земля уже давно распределена под застройку. Земля хорошая, место хорошее, перспективно, надо застраивать его. Здесь резерв есть под садик, в котором планировали строиться. Большой кусок, наверное, половина этого пустыря всего выделена. Здесь, насколько я помню, давно еще нотариусы построили санитариальные конторы. И практически площади бесхозные здесь мало. Но я с вами согласен, надо застраивать его побыстрее. Да хотя бы скосили. Большинство обращений касались застарелых и давно известных главам проблем. Но все они были взяты на карандаш, чтобы еще раз проработать варианты решения даже там, где сдвинуть дело с мертвой точки пока не получается. Людям в сельской местности живется трудно, и власть видит свою задачу в том, чтобы помочь сделать будни некрасовцев хоть немного более комфортными. 3 декабря 11-ти классники района написали итоговое сочинение, которое станет допуском государственной аттестации, и которое многие СМИ уже окрестили президентским. Как справились ребята с ответственной работой, узнали мы у заместителя начальника управления образования Алексея Коржова. Сочинение не писали уже 6 лет. Все волновались. Дети, родители, педагоги. Как прошла реинкарнация? Ну, я бы не был так категоричен, реинкарнация это не тот термин, который надо употребить, поскольку хоть и не писали сочинение как выпускной экзамен, но сочинение в школе писалось всегда, пишется, я думаю, будет писаться, потому что это есть неотъемлемая часть образовательной программы по литературе. Ну, как справились выпускники? На мой взгляд, справились очень достойно. Непрошедших данного испытания в районе нет. Все выпускники получили по сочинению зачет. А чья это заслуга в большей степени? Ну, в большей степени, я думаю, это заслуга и педагогов, и самих выпускников, которые подошли к данной работе очень серьезно. Какие еще глобальные изменения в этом году ждут выпускников? Второе изменение, тоже глобальное, что касается уже не русского языка, а такой предмет, как математика. Математику с этого года можно выбрать, либо сдавать ее на базовом уровне, но эти результаты нельзя использовать для поступления в ВУЗ, либо сдавать ее на профильном уровне, и эти результаты можно использовать для поступления в ВУЗ. Можно также сдавать оба экзамена. Еще что интересно, в математике, не сдавшим математику на профильном уровне, возможность пересдать экзамен предоставляется только уже на базовом уровне. В экзамен по иностранному языку вносятся довольно существенные изменения. Также будет введен такой раздел, как «Говорение». За раздел «Говорение» можно заработать 20 баллов максимум, и за экзамен, как сдавали ранее в обычном режиме, еще 80 баллов. Можно также английский сдавать без «Говорения», но, в общем-то, как-то осознанно смысл терять дополнительные 20 баллов, вызывает споры. Еще одно изменение — изменение в контрольно-измерительных материалах. Теперь не будет с этого года деления на части А, В и С, а будет сквозная нумерация заданий. Но структура в основном остается так же. Прежние будут задания с выбором ответа, будут задания с кратким ответом и будут задания с развернутым ответом. А как дети воспринимают новости? То русский, то математика. Ну, дети воспринимают новости адекватно. Они всегда адекватно воспринимают экзамены. И как-то это взрослые боятся больше экзаменов. А дети уже за 6 лет штатного режима, единого государственного экзамена, мне кажется, привыкли. И, во всей видимости, это для них не является чем-то таким изрядового выходящим. Обычный режим работы, обычный режим итоговой аттестации. В селе Левашова открылся после реконструкции мини-завод по переработке молока. Инвесторы делают ставку на честный натуральный продукт и готовы бороться за симпатии потребителей, прежде всего, в нашем районе. В тонкости вкусного и полезного производства вникала наша съемочная группа. Цех по переработке молока Зау Левашова построила более 10 лет назад, но производство нуждалось в инвестициях. Технология изготовления такой нежной, скоропортящейся продукции, как молочка, должна строго соответствовать всем современным ГОСТам, требованиям и нормам. Весной этого года мини-завод приобрели московские предприниматели Ильдус и Ирина Халиковы, которые первоначально пришли в район как инвесторы сельхозпредприятия «Слобода». В конце мая завод перестал принимать молоко, потому что в том состоянии, какой он был, требовался все-таки ремонт, то есть надо было привести цех полностью в порядок. Мы остановили производство, привели все в порядок, то есть отремонтировали, сделали полностью здесь, докупили оборудование упаковочное, полностью поменяли там электрику, ну все, что требовалось для модернизации. То есть, да, нас перед тем, как, ну после того, как закрылись мы, мы пригласили представителей Роспотребнадзора, к нам приехали, сделали нам рекомендации, что нам надо сделать, и мы строго исполняя вот все их требования, мы это сделали. Мы соответствуем сейчас всем требованиям Роспотребнадзора и изготовителям молочной промышленности. Нам дали добро, мы начали принимать молоко, засертифицировались, вот мы его пускаем. Прежде чем принять у поставщиков молоко, в лаборатории завода его тщательно проверяют на чистоту и потребительские свойства. Также белок проверяется, белок тоже влияет на выход продукцию, чтобы, ну, творог хороший получается, сыр, качество хорошее. Также и в молоке тоже белок должен быть соответствующий. В производственном цикле молоко обязательно проходит три стадии тепловой обработки. Охлаждением, затем нагревание, пастеризация до 80 градусов, и вновь охлаждение для того, чтобы довести продукт до потребителя, сохранив все его полезные свойства. Также подача идет на сепаратор, где, вот я вам рассказывала, ну, в один танк гоним цельное, в другой обезжиренное, и потом уже проходит процесс смешивания. Например, нам три, два, потом в дальнейшем два и пять делаем молоко. Соответственно, сливки также в конце, когда молоко прогоняем, сливки также пастеризуем, уже сливки где-то 90 градусов, потому что чем жирнее продукт, тем больше обработка идет. Сегодня завод перерабатывает до 20 тонн молока в день. Его сюда привозят из трех ближайших хозяйств – Слободы, Левашова и Никольского. Развивается сотрудничество с партнерами из Костромской области. Здесь важен фактор близости перерабатывающего производства к первоисточнику, что позволяет сохранить одно из главных качеств молочки – ее свежесть. В течение двух часов мы это все делаем, и тоже на распасовку. Ну, сметана и творог, соответственно, у нас, например, заквашивается, ну, в течение 12 часов, получается уже на следующий день у нас сметаной, которой заквашиваются продукты. Масло у нас тоже тут же, например, сливки отпастеризовали, заливаем, и у нас масло уже в этот день тоже готово. То есть большинство продуктов готово в этот же день? Да, ну да, который сметану, если дальнейшие кисломолочные продукты, это тоже процесс сквашивания идет где-то от 10 до 12 часов. А кисломолочные вы тоже делаете? Сейчас пока не делаем, но собираемся, планируем, да. Вот это у нас цех для изготовления творога. Здесь также можно и сыр делать, мягкий сыр, потому что оборудование предназначено для мягких сыров. Будете делать мягкий сыр? Тоже планирую. В соседнем цехе установлено оборудование для производства творога, при котором также принципиально не используются никакие растительные компоненты и пищевые добавки. Вот эта ванна на 2,5, вот эти по 750 одна. Также наливаем, вносим закваску и где-то мы делаем вечернее, в общем, вечером заквашим часиков в 5-6. И уже в 6 часов утра в 5 у нас уже готовы. Приходим пораньше, начинаем подогрев и сливаем сгусток. И вот у нас еще творожный охладитель, туда ложим, и он откручивается, сыворотка уже здесь, соответственно, уже получается сгусток и сыворотка. Сыворотка у нас уже вторичное сырье, оно сливается, и остается вот сам вот этот сгусток, творог называемый. Готовые продукты проходят тестирование в собственной лаборатории и только потом отправляются на прилавки магазинов. Работу всего комбината обеспечивают 10 сотрудников, специалистов по технологии производства, обслуживанию оборудования и продажам. Сегодня левашовскую молочку можно купить во многих магазинах райцентра и левашова, в том числе в супермаркетах. В перспективе – производство простокваши, ряженки, топленого молока, творожной массы. Уже в начале следующего года завод будет готов представить потребителям эту продукцию и далее планирует продолжать работу над расширением ассортимента. Главную задачу новые собственники определяют для себя так – сделать массовый продукт хорошего качества для себя и для людей на здоровье. Продолжаем наш выпуск. В будущем году мы отмечаем 70-летие Великой Победы. И в числе важных дел в преддверии праздника запланированы масштабные реконструкции памятников погибшим воинам и братских могил солдат Великой Отечественной. Наша съемочная группа побывала на Левашовском кладбище, где находится самое массовое захоронение солдат, умерших от ран, в госпитале в деревне Лихообразова. Само захоронение, оно раньше было в глубине кладбища, там где-то, почти на противоположной стороне. Решение вынести и сделать вот такой вот мемориал уже возникло позже, для того, чтобы было удобнее, наверное, подойти, возложить венки, какую-то дань памяти отдать. Памятнику уже много лет, он какого-то ухода требует? Конечно, ухода он требует постоянного. Ну, сами, наверное, видите. Каждый год мы здесь делаем косметический ремонт, каждый год приходится писать каждую букву, чтобы было видно, чтобы люди помнили, чтобы люди знали, кто здесь погиб. У нас приходят сюда школьники, у нас и сами люди тоже относятся очень, так скажу, бережно. Территорию окашивают, цветочки кладут. В таком виде вот мы его поддерживаем, стараемся, по крайней мере, конечно, своих средств не хватает. Проект реконструкции мемориала, разработанный ярославским архитектором, тянет на миллион рублей. Поскольку Левашовское захоронение солдат Великой Отечественной одно из самых крупных на Ярославской земле, область готова взять часть финансовых расходов на себя, однако основную сумму средств на новый мемориал должен изыскать местный бюджет. Нуждаются в обновлении и памятник погибшим землякам в самом селе Левашова. Как минимум косметических ремонтов требуют мемориалы во многих населенных пунктах района. Власти всех уровней понимают важность сохранения памятных мест в достойном виде и планируют произвести необходимые работы к 70-й годовщине Победы. «Я лиру посвятил народу своему, Быть может, я умру неведомый ему, Но я ему служил, И сердцем я спокоен. Пускай наносит вред врагу не каждый воин, Но каждый в бой иди, А бой решит судьба». Это строки из стихотворения «Элегия» Николая Алексеевича Некрасова. На этой неделе великому поэту и нашему земляку Исполнилось 193 года. Поэт родился 10 декабря, И в этот день мы решили вместе вспомнить Хрестоматийные строки из его бессмертных творений, Точнее, из стихотворений. Сегодня день рождения Некрасова. Помните что-нибудь из Некрасова, Из школьной программы? Монастырь Большие Соли и деревня Басова. Это Некрасов когда ходил, В наши края он заходил, С ружишком ходил. Он проходил монастырь Большие Соли И деревня Басова. Это все знакомо нам. Живет на ум не тужит, И Волга матушка река, Сама его карману служит. Вот это помню. У нас еще Некрасова. Выйдь на Волгу, честь, что он раздается. Этот стон у нас песней зовется. И вот опять родная сторона С ее зеленым благодатным летом. И вновь душа поэзии полна, Лишь только здесь могу я быть поэтом. В каком году рассчитывай, В какой земле угадывай, На столбовой дорожечке Сошлись все мужиков. Ну и жить хорошо, Некрасов. Наш поэт всемирный. У Волга колыбель моя, Любил ли кто тебя, как я? Однажды в студеную зимнюю пору Я из лесу вышел. Был сильный мороз. Гляжу, поднимается медленно в гору Лошадка, везущая хворосту воз. Не ветер бушует над бором, Не из гор побежали ручьи. Мороз своего до дозором Обходит владения свои. Ну пошел же ради Бога, Небо, ельник и песок, Невеселая дорога. Эй, садись ко мне, дружок. Грязно тело, босы ноги, И едва прикрыта грудь. Не печалься, что за дело? Это многих славных путь. Вижу я в котомке книжку, Так учиться ты идешь. Знаю, батька на сынишку Сдержал последний грош. Знаю, старая дьячиха Отдала четверточок, Что проезжая купчиха Подарила на чаек. Или, может, ты отхож... Или, может, ты Из отхоженных... Ну что ж, случай тоже уж не новый. Не робей, не пропадешь. Скоро сам узнаешь в школе, Как архангельский мужик По своей Божьей воле Стал Велик. Даже не подскажу. Я даже и сама-то не знаю. Молодец. За школу исполнила. Живя в Некрасском 36 лет, Не помнить стихов Некрасова Это преступление. Особо благодарна здесь Царству Небесному Ларисе Александровне Высаковской, Которой я имел честь Год учиться. И... Которая нас любила Очень возить по Некрасовским местам, Рассказывать про этого поэта. Ну вот стихотворение, Которое я, Классе, наверное, в восьмом читал На Праздновании в Грешнево. На Некрасовском празднике. На Некрасовском празднике, да. В Карабихе не участвовал В Некрасовских праздниках, У Грешнево приходилось. Внимая ужасом войны, При каждой новой жертве боя, Мне жаль ни друга, Ни жены, Мне жаль ни самого героя, Увы, утешится жена. И друга лучший друг забудет, Но где-то есть душа одна, Она до гроба помнить будет. Среди лицемерных наших дел И нашей пошлости И прозы Одни я в мире подсмотрел Святые, искренние слезы, То слезы бедных матерей. Им не вернуть своих детей, Погибших на кровавой ниве, Как не поднять плакучей иве Своих опущенных ветвей. Спасибо всем, Кто вместе с нами Вспоминал стихи Некрасовым. Как видим, Николай Алексеевич И сегодня звучит очень актуально. А тема войны В последнее время Вообще стала лейтмотивом Нашей жизни. На Украине идет Гражданская война, В Европе назревает Холодная, политическая, И Россия оказалась Втянута и в ту, и в другую. Военная память, Солдатские судьбы Наших земляков, Связанные с Первой и Второй Мировыми войнами, Стали главными темами И ежегодных Краеведческих чтений, Которые проводятся В Центральной районной библиотеке Ко дню рождения поэта. В этом году Уже в десятый раз Свои знания По истории родного края Умножила и наша съемочная группа. В год столетия Первой мировой войны Большую исследовательскую работу Проделали юные краеведы Некрасовской средней школы. Некий итог, Но не конец большого труда Представила на конференции Десятиклассница Ольга Тарасова. В работу вошли материалы, Которые удалось собрать По воспоминаниям родственников, Свидетельствам современников И письмам фронтовиков. И все же сын Михаил Проявил настойчивость И уже в 60-е годы Сделал запрос Виктория О судьбе своего отца. И даже получил ответ, Что военнопленный Иван Выстров Находился в доме Инвалидов для русских. Но неизвестно, Где захоронен. Так как сам дом Был разбомлен в годы войны. И что стало жильцами, Неизвестно. Тяжелым испытанием, Выпавшим на долю Того же поколения большесольцев, Было посвящено И выступление Александра Поздеевского, Правнука священника Храма Рождества Богородицы Александра Поздеевского, Репрессированного В 30-е годы 20-го века И причисленного В начале века 21-го К лику святых. Мне довелось еще В старые, так скажем, Времена, Когда доступ к архиву Доступ к архиву Был затруднен. У меня появилась возможность Знакомиться с личным делом Священника. Это первая отправная точка. И, конечно, Когда я увидел Фотографию первый раз, Это Валерий Андреевич, Где-то здесь присутствует, да? Вот, у него увидел Эту фотографию, У меня как бы Это все полыхнулось. То есть я увидел Живым, ну, так скажем, На фотографии Своего прадеда. Вот, конечно, Интересно стало расти. Собирая по крупицам Биографию прадеда, Александр стал свидетелем Страшной трагедии, Связанной с истреблением Класса священнослужителей В Советской России. Потрясающее достоинство, С которым человек Принимает удары судьбы, Стержень биографии И еще одного нашего земляка Андрея Александровича Разживина. Его книга О пребывании в немецком плену В году Второй мировой Была издана Уже после смерти автора. Чем закончилась, Точнее продолжилась Рассказанная солдатом история, Поведал землякам Его сын Валерий Андреевич Разживин. Дальше следует Почти детективная история. Значит, у Ларисы, Как преподавателя Немецкого языка, Возникла мысль Попытаться с помощью интернета Отыскать в Германии Родственников Ганса Ильмерса, У которого на протяжении Полутора лет Работал в плену Андрея Александровича Разживина. В книге он представлен Как Петр Рязанов. Через некоторое время Ей удалось установить Адрес внучки Ганса Ильмерса, Проживающей в городе Холленштед, Катрин Рихтер, Родившейся в 1948 году, И получить от нее Несколько фамильных фотографий Семейства Ильмерса. Заведующая Левашовской библиотекой Лидия Александровна Молчинович Презентовала на конференции Книгу о селе Левашова И его людях «Не растерять родное». Книгу написали 24 автора. Ну, и с художником. Художник тоже наш, местная. Лидия Сергеевна Шаряпина Иллюстрировала эту книгу. И под занавес 10-й кривейческой конференции Валерий Разживин Преподнес слушателям сюрприз. Показал фрагмент Оцифрованной им Кинохроники, Снятый в 1980 году Некрасовским краеведом Виктором Ивановичем Демидовым. КОНЕЦ КОНЕЦ В минувшие выходные В историко-культурном комплексе Вятская прошел Грандиозный фестиваль Посвященный Дню рождения поэта Дни Некрасова в Вятском. Яркий, веселый праздник Собрал многих Туристов и гостей Среди которых Оказались и наши корреспонденты. Этот невиданных размеров Хоровод стал одним из ярких событий Первого в истории Туристского фестиваля Дни Некрасова в Вятском. Его организаторами Выступили правительство Ярославской области И администрация Некрасовского района. Все мы знаем Кто такой Николай Алексеевич Некрасов Все мы знаем Что такое Некрасовский район И прекрасно уже знаем Что такое село Вятское Которое постепенно Становится Культурным центром Одним из самых сильных Культурных центров Ярославской области Где я надеюсь Мы будем продолжать Эти праздники Постоянно И не останавливаясь. Мы от администрации Некрасовского района Все очень рады Вас приветствовать На нашей Некрасовской земле И надеемся Что сегодняшнее мероприятие Оставит в вашей душе Очень хороший Добрый след Фестиваль Одно из первых мероприятий Посвященных 200-летию Со дня рождения Великого русского поэта Нашего земляка Николая Некрасова Которая будет отмечаться В декабре 2021 года В рамках фестиваля Открылась выставка Живописи ярославских художников Которые с особым чувством Изображают места Связанные с Некрасовым Карабиху Некрасовское Заволжье Вятское Гости выставки Попали на настоящий Пушкинский бал Где очаровательные дамы И молодые кавалеры Танцевали польку и вальс История буквально оживала И на улицах Вятского Веселые народные гуляния Частушечные дуэли Народные песни Хоровод Самым активным участником Хороводного действа Стала детвора Из поселка Некрасовское Ребята устроили Зажигательный флешмоб С элементами Русских народных танцев Лихо отплясывали Под народную музыку И приезжие артисты И местные жители Движения, как видите Очень простые Можно повторять Подходим Все вместе Устроим праздничный флешмоб Который для нас Приготовили ребята Из Некрасовской Средней школы Дни фестиваля Гости также смогли побывать В удивительных музеях Вятского Кстати, в одном из них Мы встретили создателя Историко-культурного комплекса Олега Жарова Собственноручно Настраивающего Антикварные музыкальные инструменты Планируется, что Дни Некрасовы в Вятском Станут ежегодным событием Внесут разнообразие В культурную жизнь Ярославской области И привлекут внимание Туристов и поклонников Творчества великого русского поэта А значит Не зарастет в глубинку Народная тропа Для тех Кому дороги наши традиции Ценности Кому не безразлично Настоящие Будущие страны Галина Соколова Виталий Королев Из Вятского Для Некрасовского ТВ Это все новости на сегодня Спасибо, что были с нами Над программой работали Татьяна Гурьева Александр Епишин Андрей Фомичев Галина Соколова Виталий Королев Татьяна Репина И Анатолий Молев Будьте здоровы И берегите друг друга Увидимся Только в среду 17 декабря В районном доме культуры Распродажа натуральных шуб Из норки, бобра, нутрии и мутона Большие скидки Принимаем старую шубу В обмен на новую Кредит Рассрочка без первого взноса И переплат В воскресенье 14 декабря На муниципальном рынке Состоится продажа валенок Ручной работы Производства Судиславль Костромской области Также в продаже галоши Наши дети Становятся участниками Дорожного движения Практически с самого рождения Правила безопасности Которые должен знать Каждый пешеход Они начинают изучать С детского сада Задачу снизить Количество дорожных происшествий С участием детей По-своему решают Воспитатели и стражи порядка Тем не менее На дорогах России Ежегодно погибает Тысяча детей Еще 25 тысяч Получают серьезные травмы Как бы ни старались Инспектора ГИБДД И педагоги Ответственность за детей Возлагается на их родителей Отвечайте за безопасность Своих детей Соблюдайте правила Дорожного движения Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин